Часть исследователей рекомендуют Западу вести себя с Россией, ну как есть, а другая часть считает, что было бы более конструктивно строить отношения Запада с Москвой в контексте постепенного продвижения к более свободной и демократической России, которая в будущем возможно превратится в стабильного партнера. Что вы об этом думаете? О, это, конечно, самый сложный вопрос. Чтобы ответить на него, правильнее всего будет сказать, что в основном отношения наших стран зависят от поведения и намерения российского президента Владимира Путина. Все зависит от того, к чему он стремится, какова его цель и как именно он видит роль России в контексте всего мира. При этом важно помнить, что одним из факторов, почему не сработала перезагрузка отношений с Россией, инициированная Бараком Обамой, это то, что американский президент не принял в расчет захватнические аппетиты Путина. В планах российского президента восстановление империи, но при этом Путину отлично известно, что с общепринятой точки зрения для этого ему недостает военной мощи. Он прекрасно понимает, что достичь такой степени влияния на мировые процессы, как имеет США, ему не удастся. Поэтому Путин довольствуется тем, что проявляет агрессию по отношению к соседним странам, захватывая части их территорий, как в Украинском Крыму и на Донбассе. И администрация Байдена относится к этому со всей серьезностью. Байден будет действовать намного жестче, чем Обама, и не повторит его ошибок. Поэтому отношения США и России входят в довольно суровую фазу.